Я должен осознаться, что я уже рассказывал об этом два года назад, но с тех пор и я сам изменился, и содержание доклада изменилось. Я надеюсь, что слушатели тоже изменились, даже те, которые сидят здесь так же, как сидели два года назад. Я долго преподавал в Московском университете, у меня выработался специальный способ общаться с студентами. Приехавши в Америку, я выяснил, что этот способ никуда не годится, потому что тамошние студенты устроены совершенно не так, как наши студенты. И поэтому я даже заготовил некую... В Америке сейчас что-то рассказывают, что нужно перебивать это шутками, потому что должен быть фан, иначе студент слушать не будет. Я заготовил такую шутку, не знаю, нужна ли она в этой аудитории, потому что математическое содержание такое, о важности определений в математике. А сама шутка, я его знал от своего сына пять лет назад, это порождение математического фольклора, но уже не моего времени, а значительно более позднего. Некоторым из вас, я думаю, эта шутка знакома, но не всем. Я надеюсь, например, что школьникам она может быть еще и незнакома, и они воспримут ее с такой свежестью и с удовольствием. Шутка стоит следующая. Это пародия на математическую работу. Теорема. Крокодил шире, чем длиннее. Доказательство. Состоит из двух лем. Лема-1. Крокодил шире, чем зеленее. Лема-2. Крокодил зеленее, чем длиннее. Из этих двух лем с очевидностью следует утверждение теоремы. Доказательство лем. Смотри рисунок, я пытался найти художника, который мне нарисует это. Нашел, но он узкокакел куда-то, и вот я сам изобразил. Доказательство лема-1. Зеленый цвет должен быть... Вот зеленая доска изображает зеленый цвет крокодила, а белый означает брюхо крокодила, которое белое. И вы видите здесь, что крокодил широкий и сверху, и снизу, а зеленый только сверху. Что доказывает лема-1. Теперь, если вы посмотрите на крокодила в профиль, вы видите, что он длинный только в длину, вдоль. Но не поперек. А зеленый он и вдоль, и поперек. Поэтому крокодил зеленее, чем длиннее. Вот вам теорема. Суть в этом в том, что в этой пародии нету доказательства, нету определения крокодила, нету определения понятия шире, определения понятия длиннее, определения понятия зеленее. И поэтому все правоподобные рассуждения вовсе не надо считать доказательством теоремы. Имея дело с фракталами, это особенно важно, потому что очень любят люди рассказывать о фракталах на популярном языке. Когда неизвестно, что же, собственно, такое фрактал, что можно про него спрашивать, и что можно про него отвечать, и как эти ответы можно обосновывать. Вот это краткое вступление. А теперь давайте снова вернемся к первому. Покажите, пожалуйста, ковер Серпинского. Вот один из двух главных фракталов. Моя лекция называется «Главы из повести о двух фракталах». Книжка состоит ровно из двух глав. Сегодня я должен рассказать первую главу, а завтра вторую. Но у меня уже был опыт рассказывания этого в четырех лекциях, и я не успел. Но в этот раз я подготовился лучше. Во-первых, мне подготовились слайды. Во-вторых, я решил опустить 90% текста и половину рисунков. Я надеюсь, что за оставшееся время я успею все это показать. Вот теперь я вас попрошу показать последний слайд из первой части, если это получится. Значит, наша цель в первой лекции – начать вот с этой картинки, которая… Начать с первой картинки ковера Серпинского. И путем разных исследований, рассуждений и прочего прийти вот к этой последней картинке. Гармонический образ ковера Серпинского. После чего мы замечаем, что эта картинка похожа на другой ковер знаменитый, ковер Аполлония. И вторая лекция посвящена ковру Аполлония. А не достигнута еще ни в лекции, ни в книжке цель – это объяснить ковер Аполлония с помощью ковра Серпинского. Такая была первоначальная задача книжки. Я честно пишу, что эта цель не достигнута, но надеюсь, что читатели книжки могут внести вклад в ее решение. Потому что все основные понятия довольно просты. Средства ничем не ограничены. Вы можете пользоваться всем, что вы знаете. И, может быть, кому-нибудь из вас повезет, и вы докажете… Не скажете, докажете. Разберетесь в ковре Аполлония так же, как мы сейчас понимаем ковер Серпинского. Теперь давайте вернемся назад, к первому слайду. Я напомню популярный рисунок из книжки. По-моему, книжка «Предела» называлась. Мы ее написали вместе с Сидарем Моисеевичем Гельфандом и Ирией Георгиевной Глаголевой для заочной математической школы. Рисунок называется «Ленивый Петя». И предлагается решить следующую задачу. Ну, тут, кстати, Петя вовсе не ленивый. У нас было… Он ленив в том смысле, что он не хочет ходить в школу, а в остальном он не ленивый. Значит, задача такая. Петя вышел из своего дома и пошел в школу. Вот там пунктиром намечена его траектория до школы. Но, дойдя до половины пути, он решил, что школа подождет, а лучше он пойдет на каток. И пошел на каток. Но опять, пройдя половину пути, он придумал и решил, что лучше все-таки пойти в кино. И пошел в кино. И опять, не доходя до половины пути, даже дойдя до половины пути, он решил все-таки пойти в школу. Совесть его замучил, он пошел в школу. Спрашивается, если он будет повторять эти самые действия в таком же порядке, куда он придет? Есть математическая теория, которая помогает такого рода задачи решать. Эта теория называется теория метрических пространств. Я не буду про нее рассказывать. Сидящие здесь школьники должны спросить позже у своего соседа, который знает, что такое метрическое пространство. И также основные вещи об этих метрических пространствах как-то фундаментальные последовательности и теория сжимающих отображений. С помощью понятия фундаментальной последовательности и сжимающих отображений можно доказать, что со временем путь Петя приближается к треугольнику. Вот там даже видно, как он вырисовывается, этот треугольник, предельный треугольник. И этот предельный треугольник устроен именно так, что его стороны проходят через каток, школу и кинотеатр, и соответствующее расстояние делится ровно пополам вершинами треугольника. Так что если бы он с самого начала был на вершине этого треугольника, то он бы так по нему и ходил. А если он начнет с другой точки, то он постепенно к этому придет. Вот этот способ применения теории сжимающих отображений работает очень хорошо в фракталах на первом самом этапе, когда мы должны понять, что же такое фрактал вообще. Тут я должен опять употребить слова, которые школьникам не обязательно знакомы, и они должны поинтересоваться у соседей или спросить, или почитать в книжке. Я буду рассматривать очень специальное метрическое пространство. Точками этого пространства являются непустые компакты, расположенные либо на плоскости, либо на прямой. Чаще всего на плоскости. Оба наших фрактала будут плоские фракталы. Но, в принципе, в любом другом метрическом пространстве. Итак, значит, наш основной объект – это множество М, или давайте его назовем множество К, потому что компакты все-таки. Не пустые компакты на плоскости. Значит, точка нашего пространства – это компактно-плоскость, не пустая компактно-плоскость. Например, точка, или окружность, или круг, или какая-нибудь более хитрая загогулина, но тоже компактная. Чтобы это было метрическим пространством, мы должны определить расстояние. Даник, где-то там есть хаусдорфовый дистанц. Как определить расстояние между двумя компактами? Вот, скажем, между точкой и кругом. Ну, есть много разных подходов, но, в конце концов, люди согласились, что расстояние надо определять следующим образом. Сначала мы определим расстояние от точки до компакта. И это расстояние мы определим так – это расстояние от точки до ближайшей точки компакта. Вот если это компакт X, эта точка X маленькая, то расстояние D от X до компакта X – это вот этот отрезок до ближайшей точки. А ближайшая точка всегда существует по свойству компактных множеств. Те, кто не знает, что такое компакт, они должны почувствовать это вот из такого псевдоопределения. У компакта всегда есть ближайшая точка к чему бы то ни было. Например, открытый круг не является компактным. Там ближайшей точки нет. Вот замкнутый круг является компактным. Хорошо. Теперь как определить расстояние между двумя компактами? Вот там есть формула. Я, пожалуй, не буду ее повторять здесь выписывать. Расстояние между двумя компактами измеряется так. Мы берем точку первого компакта и берем расстояние до второго компакта. И из всех таких расстояний выбираем максимальное. Потом берем точку второго компакта, меряем расстояние до первого компакта. И из всех таких расстояний выбираем максимальное. И потом складываем два этих расстояния. Впрочем, можно было взять максимум из них. Это дело вкуса. Здесь берется максимум, по-моему. Или плюс. Нет, плюс здесь берется. Немножко громоздко выглядит. Но, если вы подумаете, что ничего проще, по-видимому, придумать и нельзя. Ну, в качестве, так сказать, разгонного контрольного вопроса, я спрошу вас так. Возьмем два компакта. Один компакт – это круг, а другой компакт – его граница. Ну, для определенности пусть это круг радиуса R. Какое расстояние между кругом, который назовут D, диск, и его границей? R. R. Это кто сказал R? Яс. А вы кто, студент или школьник? Студент. А есть школьник, который знает ответ? Вы школьник? Я закончил это. Вот кто-то показывает на кого-то? Ну, школьники стесняются обычно. Ладно, бог с ними. Расстояние действительно равно R. Кто не верит или сомневается, я оставляю время на досуге, надо этим подумать и убедиться, что действительно расстояние равно R. Не равен треугольникам действительно, да? Ну, это обычное расстояние на плоскости. А, прошу прощения, расстояние вот в этом пространстве K. Да. Давайте я его, поскольку оно главное, я его K такой рукописный напишу. Вот то расстояние, которое я определил, оказывается, удовлетворяет аксиомет треугольника. То есть, если имеется три компакта и расстояние по парной юраны ABC, то каждый из ABC меньше суммы двух остальных. Но расстояние между нейтрами может оказаться равным нулю. Вот. Оказывается, что расстояние равно нулю тогда и только тогда, когда компакты совпадают. Именно для этого мы так с ними аккуратно и возились. Если сделать немножко не так, то этого свойства не будет. Если, скажем, я возьму только половинку вот этой суммы, то расстояние, во-первых, перестанет быть симметричным, а во-вторых, из того, что расстояние равно нулю, не будет следовать, что компакты совпадают. А вот с таким определением у нас все в порядке, и это настоящее нейтрическое пространство. Для чего нам это все понадобилось? Потому что мы хотим объяснить, что такое фрактал. Но фрактал имеет такое свойство, что его, в принципе, нарисовать нельзя. Можно нарисовать только приближение к нему. Это так же, как и рациональное вещественное число. Можно, конечно, начать выписывать бесконечное число десятичных знаков, но вы никогда не кончите это выписывать. Ну, за исключением случаев, когда они совпадают, и можно просто сказать и так далее. Или периодические там какие-то последовательности. Так и здесь. Настоящий фрактал нарисовать нельзя, а можно только приближение к нему дать. Но как узнать, приближение это сходится или не сходится? Мы берем последовательность компактов и хотим узнать, оно стремится к какому-нибудь предельному компакту или нет. Для этого есть очень хороший признак КАШИ, который учат на первом курсе, по-моему. А в школе, к сожалению, не учат пока еще. И признак очень простой. Если у вас имеется последовательность компактов КН, и если расстояние между компактами КН и КМ стремится к нулю, когда М и Н оба стремятся к бесконечности. Что это такое, я тоже не буду объяснять. Это вам объяснят на первом курсе. Что такое М и Н одновременно стремятся к нулю. А как к бесконечности. Так вот, если это свойство выполнено, то наша последовательность сходящая, если у него есть предел, мы можем таким образом называть, определить компакт. Это то, к чему стремится данная последовательность компактов. Ну и теперь я строго определю ковер Серпинского как предел последовательности, а еще лучше предел трех последовательности компактов. Первая последовательность будет такая. Треугольник. Потом сплошной треугольник. Потом треугольник с выкинутой серединой. То есть объединение трех малых треугольников. Потом объединение девяти треугольников. А, знаете, покажите, там приближение есть. Два штриха, С-3 штрих. Вот они все есть тут. Начнись последовательность. Три последовательности приближения к ковру Серпинского. Вот то, что я сейчас говорю, это правая и нижняя. Левая и нижняя, когда мы начинаем с пустого треугольника. И верхнее приближение, это когда мы начинаем с трех точек. Я буду называть это двумерным приближением, это одномерным приближением, а это нульмерным приближением. И дальше мы с каждым нашим компактом делаем одну и ту же процедуру. А именно, мы его стягиваем в отношении один к двум. К одной точке, к другой точке и к третьей точке. Вот как здесь. Видите, из этого треугольника получаются три треугольника. Левый и нижний получился подобием из вот этой точки, левого нижнего угла. Верхний получился подобием из этой точки. И правый получился подобием из правой нижней точки. Объединение этих трех треугольников будет следующий элемент нашей последовательности. Потом повторяем эту процедуру. Мы применяем к этому те же три подобия и берем их объединение. Вот эту процедуру, замену фигуры на объединение трех подобных фигур, я обозначу одной буквой F. И F не что иное, как отображение пространства рукописного К в себя. Это F можно применить к любому непустому компакту. И оказывается, что это отображение сжимающее, то есть оно все расстояния уменьшает. И по теореме отжимающих отображений, это отображение F имеет единственную неподвижную точку. То есть такой компакт, который при этом отображении просто переходит в себя. Это и есть ковер Серпинского. Больше того, мы можем получить этот компакт пределом последовательности компактов. Таким образом, берем совершенно произвольный компакт X и потом рассматриваем F от X. F от F от X, я пишу композицию, как нас учил, многие нас учили, как писать композицию и так далее. Потом F тройную композицию, F и так далее. То есть просто применяем F, а отображение пока не надоест. Получается последовательность компактов. Она всегда сходится. И предел не зависит от начальной точки. Такое замечательное... Это отображение F определяется тремя выбранными точками. Вот здесь я могу выбрать точки 0, 1. Ну и третья точка комплексной плоскости, которая образуется этой, с этими двумя... Лучше, наверное, было бы взять минус 1, 1 и на корень из трех. Вот пример трех точек, образующих правильный треугольник. И наше отображение... Мы эти точки должны выбрать до того, как определяем отображение F. Тогда мы получаем отображение из K в K, который имеет ровно одну неподвижную точку. И эта точка является пределом любой такой последовательности. Соответственно, если мы начнем с полного треугольника двумерного, мы получаем двумерное приближение. Если мы начнем с одномерного треугольника, то есть остов одномерный, мы получаем одномерное приближение. А если начнем с трех точек, получаем нульмерное приближение Вот здесь изображено то ли пятое, то ли шестое приближение И видите, они уже сильно похожи друг на друга Хотя начинали мы с разных начальных условий А если с одной точки начнем? Что? Если с одной точки начнем? То же самое получится, только дольше считать Это хороший вопрос Можно проверить, что если начнем с одной точки, то все равно получится то же самое Получится некая часть вот этого нульмерного приближения А там отображение немножко сложнее Надо считать траекторию Пети за три шага, так сказать А если бы он прыгал? Давай это отложим К сожалению, у меня времени мало, чтобы рассказать даже то, что я собираюсь рассказать Так вот, значит, мы теперь можем считать, что мы знаем Как определять фракталы Как последовательности сходящихся компактов И знаем, по крайней мере, один нетривиальный пример Что получится, если вот это отображение F применять к любому множеству В конце получится ковер Серпинского Одно предостережение Не надо думать, что вот нульмерное приближение Имеет своим пределом объединение всех этих приближений Объединение приближений Это счетное множество А счетное множество не может быть компактным, как правило Оно не содержит своих предельных точек Так что на самом деле пределом является замыкание Объединение всех приближений И то же самое в случае одномерных приближений Помимо вершин и ребер Будут еще точки, которые Не являются ни вершиной, ни ребром А тем не менее пределу принадлежат В случае же двумерного приближения Мы можем взять пересечение всех приближений Это будет ответ Ну вот мы кончились с определением Ковера-Серпинского Пошли дальше Что там мы имеем дальше А, дальше мы переходим к другому разделу Математика имеет много способов изучать множество Один из способов, который идет по существу Если подумать из физики Мы заменяем множество Пространством функций на этом множестве Это зависит от множества Если множество конечное То конечно можно рассматривать все функции Скажем, вещественные или комплексные Или с другими значениями Но всевозможные функции Потому что нет смысла как-то ограничивать этот набор Если мы рассматриваем топологическое пространство То разумно рассматриваются непрерывные функции Если мы рассматриваем гладкие многообразия естественно рассмотрят гладкие функции бесконечно дифференцируемые тем самым вместо множества которое априори может иметь очень сложную него необъяснимую структуру мы получаем довольно простой объект а именно во первых линейное пространство а линейное пространство это намного проще чем все бытие что все остальное поэтому линейная алгебра является главной из всех наук потому что как таблица умножения всех математических изобретений когда лица умножения применяется мы самым частым образом кроме того это не только линейное векторное пространство но еще и алгебра можно перемножать функции между собой ну кроме того можно с ними делать много других операций и это способ изучать само множество как мы будем рассматривать функции на нашем ковре серпинского это сделать не просто потому что опять же хоть мы определили фрактал но как предел и поэтому функции на этом пределе рассматривать не очень приятно у нас есть довольно обозримые приближения мы будем брать одномерные приближения они более так сказать наглядны я возьму второе одномерное приближение функции на этом множестве это просто функции задано на объединение раз два три четыре пять шесть семь восемь девять отрезков с условиями что в правом конце этого отрезка значение такой же как в левом конце этого в нижнем конце этого нижнем конце это после мы берем следующее приближение то получается большее множество большее пространство функции и они связаны между собой каждую функцию на следующем приближении можно ограничить на предыдущее отображение а функцию на предыдущем отображении в приближении иногда можно иногда нельзя соблюдением разных свойств продолжить на следующее приближение вот этим мы сейчас и будем интересоваться нет пока оставьте слайд но рассматривать непрерывные функции это мы можем потому что наше пространство является топологическим и даже компактом в такой непрерывной функции мы знаем что такое гладкие функции мы не очень знаем потому что конечно на каждом отрезке можно ввести гладкость но в . где два отрезка сходятся какое условие наложить мы не знаем поэтому пока мы ограничимся непрерывными функциями есть такой уже опыт заимствую из других областей математики что он и лучшие функции это гармонические функции почему они собственно и называются гармоническими они реализуют гармонию гармония от реализации справедливости в той или иной форме например если возьмете гармоническую функцию то не может быть так что значение вот в этой точке было бы больше чем значение у всех соседей этой точки это было бы некий вампедрёк так сказать что это вот у нее значение больше чем у всех остальных пока не раньше это считалось неприличным теперь некоторые даже хвалят что у них дом выше чем у соседей раньше это было неприлично или там у тебя эти самые какие-нибудь необыкновенный наряд которого нет ни у каких ни у кого из твоих знакомых так вот гармонические функции они решительно отвергают эти такие способы выпендривания и остается единственная возможность что значение в каждой точке равно среднем арифметическому значений в соседних точках это наиболее такое умеренное гармоничное поведение функции где-то там это написано наверное или нет еще пока не написано не важно его значит гармонические функции они определяются не только на нашем факт на наше приближение к факту их можно определять на прямой на плоскости на его на многих интересных многообразиях они имеют замечательное свойство если гармонической функции задано в какой-то области с границей то максимум значения этой функции может приниматься только на границе если он принимается внутри если наше пространство связано то такая функция должна быть константы даже и доказательстве идея доказательства очень понятно потому что значение в этой точке равно среднему по соседям если она максимально то и соседи должны быть максимально потому что больше они могут быть а меньше нельзя потому средняя поэтому все соседи имеют то же самое значение и так далее все распространяется дальше-дальше и функция должна быть просто константой а отсюда неожиданно мораль такая что ездить функцией на границе равна 0 и гармоническая она всю даром на нулю потому что не может быть не больше но и а не меньше нуля я забыл сказать что гармонические функции естественно образуют линейные пространства. Сумма гармонических функций гармоническая, разность, произведение на число, все являются гармоническими функциями. И можно определять их с любыми значениями, вещественными, комплексными, из другого поля, пожалуйста. И вот наша задача будет изучение гармонических функций на ковре Серпинского. Как я сказал уже, такая функция определяется своими граничными значениями. А что такое граница ковра Серпинского? Граница – это такая точка, у которой не хватает соседей. Вот когда мы живем в Дубне, куда-нибудь посмотри, всюду, так сказать, Россия. А вот если мы жили чуть подальше, то смотришь, с одной стороны Россия, с другой уже Белоруссия. Это уже не внутренняя точка. Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, давайте возьмем наш ковер Серпинского и видим, что вот эта точка, с которой мы начали, она хорошая, нормальная внутренняя точка, у нее 4 соседа. А вот эта вот точка имеет всего 2 соседа. Значит, точка граничная. Если вы посмотрите на высшие приближения, то увидите, что на самом деле граница состоит всего лишь из трех точек, все остальные точки внутренние. Так что это очень удобное множество, у него мало граничных точек. Ну, а стало быть, давайте я задам вопрос уже для тех, кто немножко знает линейную алгебру. Я сказал, что гармонические функции образуют линейное пространство. Какая размерность этого пространства в случае Толра-Серпинского? Три. Правильно. А лучше сказать, был не больше, чем три. Потому что мы знаем, что они определяются граничными значениями. Но мы еще не знаем, если задать граничные значения, есть такая гармоническая функция с данными значениями или нет. Если она есть, она одна. По принципу максимум, она единственная. Но существует она или нет, это отдельный вопрос. А тут мы входим в область линейной алгебры. Я напоминаю вам теорему, первую теорему, которую учат в линейной алгебре применение к линейным системам. В линейной алгебре обычно рассматривают параллельно систему однородную и неоднородную. С правой частью не нулевой и нулевой. Вернее, с правой частью произвольной и нулевой. И там доказывают такую теорему, что если однородная система имеет только нулевое решение, то неоднородная система имеет решение при всякой правой части. Аналогичная задача здесь. Функция на нашем приближении – это просто точка девятимерного пространства, поскольку имеется девяти или не девяти шестимерного пространства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть точек. Это вектор в девятимерном пространстве. Граничные условия задают три уравнения. Значения в левом на нижнем, в правом нижнем и в верхнем углу. Мы получаем три уравнения с шести неизвестными. Известно, что при нулевом значении граничных условий эта система имеет единственное решение. Значит, она решается однозначно при любых граничных условиях. И значит, пространство гармонических функций действительно трехмерно. Оно не больше трехмерно уже в силу принципа максимума, и ровно трехмерно в силу вот этой теоремы линейной алгебры. Что же у нас получается? Что пока у нас было три точки, ну там все пространство функций трехмерно, и все они функции гармонические. Когда у нас шесть точек, пространство всех функций шестимерно, а гармонически образует трехмерное подпространство. Следующее приближение имеет там сколько точек, я сейчас не хочу считать, ну скажем, 20 с чем-то, а из них гармонических только трехмерное пространство. И так далее. И вот оказывается верна такая теорема. Просто за экономию времени я не буду сейчас доказывать, что если вы возьмете гармоническую функцию на каком-то энтом приближении и ограничите ее на предыдущие приближения, она останется гармонической. Это не тривиальная теорема. Это для обычных функций означало бы так, что у вас есть функция на плоскости, так что ее значение в каждой точке равно среднему по кругу радиуса единицы. Верно ли, что значение в точке равно среднему по кругу радиуса 2? Если и да, то это надо доказывать, и не тривиально. Вот примерно такого же рода утверждение и здесь получается. Но здесь это верно, тем не менее. И поэтому гармоническая функция, вот мы можем определять теперь ее так. Возьмем объединение всех приближений нульмерных. Я рисую одномерное, а функции рассматриваем на нульмерном приближении. Назовем на нем функцию гармонической, если она гармонична на каждом приближении. Если мы проверим, что на шестом приближении она гармонична, то уже на пятом, на четвертом, на третьем и так далее не надо этого проверять, это автоматически. А на седьмом, восьмом, конечно, надо ее, во-первых, продолжить, во-вторых, проверить, что она гармоническая. Следующий шаг. Если у нас на каком-то десятом приближении гармоническая функция есть, можно ли ее продолжить на одиннадцатое приближение? ответ можно причем однозначно по следующим соображениям у него есть какие-то граничные точки возьмем функцию на 11 приближение гармоническую и с этими граничными значениями тогда ее а ограничение на 10 приближение должно совпасть нашей функции потому что будет во-первых гармоничным во-вторых иметь те же граничные условия таким образом каждая гармоническая функция на приближение продолжается на следующее приближение ну и стало быть продолжается на все объединение нульмерных приближений и последний шаг как же навесить каверсу серпинского и и продолжить это уже для тех кто так сказать в топологии чуть-чуть разбирается оказывается единственным образом по непрерывности если какая-то точка кавра серпинского является пределом точек принадлежащих конечным приближением то мы знаем значение в этих точках и берем просто предел соответствующей последовательности почему этот предел существует и не зависит от выбора последовательности точек приближающейся наши это конечно надо доказывать но я это оставляю как несложные упражнения по анализу для тех кто уже учил анализ таким образом мы получаем что на всем корове серпинского имеется трехмерное пространство замечательных функций гармонических вот его то мы будем изучать это пространство даже еще проще чем можно было подумать потому что среди гармонических функций здесь константа так что если мы рассмотрим функции которые скажем обращаются внуль данные точки и гармонические поставят все лишь двумерное пространство таких функций так что по модулю констант любые две гармонические функции линейно независимы дают нам базис в этом пространстве достаточно изучить две функции но оказывается что гармонические функции очень интересны среди них есть не только две а много интересных и вот базисные функции я выберу четыре функции но прежде чем к ним перейти я кончу этот слайд мы решим такую предварительную задачу в результате получим так называемый принцип один к двум двум предположим что у вас есть гармоническая функция на ковре серпинского выберем вот такое подмножество в ковре серпинского который состоит из большого треугольника и в него вписан маленький треугольник и пусть на концах большого треугольника значения равны a b и c мы можем от треугольник считать самосто куском самостоятельного ковра серпинского и тоже считать что вот гармоническая функция она определяет своим граничными значениями и в частности на внутренних точках их три штуки будет должны быть определенное значение эта задача линейная алгебра решить три уравнения которые написаны вот там и убедиться что же значение на внутренних являются линейными комбинациями a b и c с коэффициентами две пятых две пятых и одна пятая так написано что и фото равна фарга фото ли форуме тут надо еще заметить что на рисунке нету не альфа не x они бы это ничего на рисунке и значение функции а на формулах есть точки сами до формулах формулах есть точки у нас альфа бета и гамма это точки на серединах сторон треугольника а xyz это точки это вершина треугольника а может быть где-нибудь там и ошибка есть если вы там последние слагами должно быть их отзыв это за первые там я подозревали клик не фикс идет и фаджет плюс она наверное вы правы наверное вы правы мне не хочет сейчас отвлекаться я замечу себе это место и какой слайд не написан там у него номер нету и потом мы пометим это самое есть опечатка и можно следующий слайд потому что это основной так сказать наш инструмент который мы будем применять это те принцип 1 2 2 что если мы хотим мы знаем то в значении функции вершинах правильного треугольника хотим определить значение в серединах сторон но можно только помнить что ближайшие точки влияют вдвое сильнее чем противоположное что можно было бы так сказать физических соображений догадаться формула будет соответствующие коэффициенты две пятых две пятых 1 5 теперь мы рассмотрим отображение да как же все таки нам потом описывать эти гармонические функции ведь они заданы довольно сложном множестве на ковре серпинского но этот ковер серпинского содержит довольно простые подмножества например нижнюю сторону это просто отрезок который может стать отрезком 0 1 или другим другим отрезком по желанию если мы нашу функцию будем рассматривать только на этом отрезке это будет обычная скажем вещественная функция вещественного переменного на отрезке то есть классический объект обычного анализа вот мы хотим эту функцию вычислить если мы знаем граничные значения выберем какие простенькие граничные значения скажем 0 0 и 1 мы хотим вычислить нашу гармоническую функцию не на всем отрезке не о всем ковре серпинского только вот на этой нижней части на отрезке 0 1 ну по правилу 2 2 1 мы знаем что значение в этой точке надо взять это с коэффициентом две пятых это с коэффициентом две пятых и это с коэффициентом 1 5 ответ будет две пятых но если мы захотим сосчитать значение скажем вот в этой точке 1 четверть того его сделать не сможем а сначала должны были вычислить будем вычислить значение вот здесь по тому же правило 2 2 1 это будет 2 5 на 0 2 5 на 0 и 1 5 на единицу насчет 1 5 а теперь уже можем к этому маленькому треугольнику применить правило 2 2 1 и посмотреть что получится значит здесь будет 0 здесь 4 25 а здесь от 1 25 этого 5 25 то есть 1 5 и здесь можем сосчитать предварительно вычислить значение здесь ну вот так шаг за шагом мы можем сосчитать значение во всех двоично рациональных точках и потом по непрерывности продолжить его на все остальные точки но эта процедура длинная и хорошо бы как нибудь ее усовершенствовать теперь покажите слайд а прошу прощения прошу прощения я сейчас скажу основной основной трюк так сказать эта функция не очень хорошая с такими граничными значениями я можно вычислить но трудновато а вот если мы граничные значения поправим и поставим сюда минус единицу сюда единицу сюда 0 тогда функция будет хорошая чем она хороша ну давай сначала проделаем ту же самую процедуру наше значение в этой точке будет 0 что впрочем видно по косой симметрии относительно вот такой диагонали относительно то есть прямой наш график антисимметричен и стало быть на самой диагонали значение нулевые теперь здесь значение будет минус 2 5 плюс 1 5 минус 1 5 здесь 0 2 5 и минус 1 5 1 5 и теперь давайте сравним два ковра серпинского большой ковер с которым мы начинали и вот этот маленький видно что граничные значения на маленьком ковре просто в пять раз меньше чем вот на этом большом но если все граничные значения умножить на одну пятую то и вся функция умножится на одну пятую функции связано со своими граничными значениями линейным образом когда складывается не функции линейные граничные значения складываются мы получаем замечательные свойства нашей функции вот теперь я уже введу эту функцию ограничение гармонической функции с граничными значениями 0 1 минус 1 на нижнюю сторону она обозначается хи от т а ты это обычный параметр меняется от 0 до единицы в нашем отрезке я утверждаю что наша функция удовлетворяет следующему функциональному уравнению хи от т пополам равняется 1 5 хи от т и действительно значение в этой точке 1 1 5 вот этого значения значение здесь будет 1 25 как мы уже однажды считали значение вот здесь будет 1 125 это конечно еще не полное вычисление мы уже довольно много информации нашей функции когда аргумент сжимается вдвое значение функции сжимается пять раз в это к сожалению только для нашей одной функции хорошо бы еще иметь другие примеры такого вот здесь пока никак пока никак так теперь давайте вот там написано взгляд на все это с более так сказать высокой точки зрения мы рассматриваем пространство гармонических функций это трехмерная если функция вещественное трехмерное вещественное пространство то есть можно понимать как пространство которым мы живем и там есть три замечательных оператора а именно оператор а 0 а 1 и т который соответствует следующим операциям мы сжимаем весь треугольник вдвое к этому концу это первый оператор второе то мы сжимаем в два раза к правому концу и третье это переворачиваем его меняем местами левый и правый конец соответственно получаем три оператора в пространстве гармонических функций эти оператор линейные а стал бы не в любом базе задаются матрицами эти матрицы можно сосчитать и мы получаем своем распоряжении весь гигантский аппарат линейной алгебры который в этом месте я хочу пока поприжать а перейти к следующему слайду вот если мы доящий забыл сказать чтобы мы введем не одну функцию хи от т даже не три как можно было бы считать естественно в трехмерном пространстве а четыре функции а именно вот такие граничные значения нас будут интересовать налево на нижнем конце все это будет 01 то есть ограничение наших функций на нижнюю сторону всегда начинают с нуля и кончаются единицей а вот сверху будет стоять цифры значение минус 1 0 1 1 2 что ли или нет до 2 придется 2 по моему 2 ну и соответственно наш начали с греческого алфавита так и продолжим первая функция будет называться хи как мужа ввели вторая будет фи третье будет пси и последнее будет кси почему же на четыре функции они 3 и 2 можно было бы обойтись двумя вместе с константой любые две из этих функций дают нам базис но красивая форма получается все время от времени использовать все четыре функции и пока я отмечу только одно их свойство это четыре точки в нашем трехмерном пространстве и они образуют арифметическую прогрессию то есть разница между фи и хи такая же как между психи и такая между пси и пси потому что эти граничные значения фиксированы а эти образуют арифметическую прогрессию вот эти четыре функция буду называть базисными это есть так сказать вот предмет нашего изучения они не порождают все пространство как порождали линейные комбинации их порождают все пространство гармонических функций они соединены они подчиняются двум соотношениям а прошу прощения после вырослой совершенно правы они все обращаются в ноль в левом конце и поэтому они не могут содержать констант ну то есть константу добавить то уже будет все а константа я как всегда немножко так третируя на не очень информативная функция так теперь давайте дальше поедем где у нас там базисные функции чуть подальше пожалуйста а потом вернемся к этому вот график этих четырех базисных функций все они начинаются с нуля и кончаются единицы я напоминаю что эти не сами гармонические функции их ограничения на нижнюю сторону так что это обычная вещественные функции вещественного переменного принимающие значение от нуля до единицы и как можно потом доказать монотонно растущие слева направо от нуля до единицы а если вы пересечете эти график вертикальной прямой то получите арифметическую прогрессию и вот это есть некое удивительное явление это четыре функции которые образуют во-первых арифметическую прогрессию а во-вторых если вы посмотрите на хи и пси то они обладают таким автоматным свойством при сжатии влево при сжатии в два раза аргумента хи уменьшается в пять раз а а пси уменьшается в три пятых раза я этого не доказывал но картинка такая же вот здесь надо заменить минус один на плюс один и здесь тогда место минус одной пятой будет минус три пятых а здесь будет плюс три пятых здесь будет 9 двадцать пятых а здесь 27 сто двадцать пятых вот вдумайтесь в уникальность этого примера функции кси хаки хи и пси обладают таким автоматным свойством влево как геометрическая прогрессия функции кси и фи обладают чуть похожим свойством предъявить правую сторону а все вместе образуют арифметическую прогрессию так что здесь смешивается сложение и умножение это вовсе не для реальное взаимодействие на этом построена в основном вся игра в теории чисел когда одновременно задействуется умножение и сложение так скажите еще раз погромче картинки на слайде есть центральная симметрия относительно центра квадрата спасибо спасибо это можете рассматривать как упражнение очень полезное потому что он имеет простой геометрическое доказательство она отражает поведение граничных значений при соответствующем преобразовании вообще если вы будете крутить треугольник или брать отражение этого треугольника граничные значения будут меняться и каждая функция заменяться на линейную комбинацию других функций вот с этим тоже можно поиграть и вывести разные свойства в частности вот такую я еще раз повторяю для всех наш картинка здесь вот имеет центральную симметрию относительно центр квадрата например функции график функции х симметричен графику функции кси и две пары хи и пси они симметричны паре фи и кси так что имеют похожие свойства теперь вернемся назад на одну ну вот я мне не хотелось бы это действительно превращать в упражнение но я хочу еще сказать как теперь можно весело и просто считать значение наших функций если только вы не хотите одну функция сразу все четыре у нас палки никакой нет который можно было показывать а нет наверное если буду вот так показывать а можно можно значит смотрите что мы знаем нет нет это я не люблю значит сейчас объехать видеть надо сесть наверно вот смотрите 4 единицы стоят это отражает тот факт что все наши функции в правом конце равна единица здесь четыре нуля стоят эта последовательность 1 5 1 25 1 125 уже было вычислено и здесь тоже 3 5 9 25 27 125 меня спрашивали как сосчитать вот здесь вот давайте думать как сосчитать из асимметрии вот которая была отмечена например вот это значение 98 125 чтобы она нам напоминала а нет ничего пожалуй не напоминает а сравним вот это число вот с этим числом это число известно а это дополняет его до единицы вот эта функция подходит к нулю графика и отличается от 0 на 27 125 здесь подходит к единице отличается тоже ровно на 27 125 в средстве симметрии графика и точно так же вот здесь 24 25 надо сравнить вот с этом 1 20 1 1 25 так что кое-какие места справа можем заполнить по симметрии хотя только два здесь запомнил вот это это вот теперь вы знаете значение в точке 7 8 и а вот вот здесь вы знаете значение в точке 3 четверти так вот если двинуть график двое а сделать его вдвое нельзя ладно не буду сейчас на месте придумывать в общем эта таблица заполняется с помощью нескольких правил очень быстро и давайте через следующий слайд но что это уже был вот собственно основные функциональные уравнения для функций хи мы уже знаем что когда аргумент умножается на 2 значение умножается на 5 а оказывается если взять в правом концу тот будет второе функциональное отношение написано здесь пошли дальше вот теперь самое главное наблюдение и следующие так сказать следующий глава если вы хотите время меня окончается уже хорошо значит теперь я хочу сказать что эти функциональные уравнения могут наши функции задать не только на отрезки 01 но продолжить ее на всю положительную прямую геометрически это означает что мы ковер серпинского наш продолжим вправо а именно две вот эти стороны продолжим бесконечность как целые лучи и будем продолжать заполнять по тем же правилам гармоническую функцию она у нас однозначно продолжается дальше потому что можем считать наш первоначальный треугольник просто частью следующего большого треугольника вдова и большего и продолжить дальше и так далее так что функция хи от т продолжается на все положительные числа и обладает замечательным свойством в целых точках она имеет целое значение это надо проверить просто из функциональных уравнений но более-менее даже очевидно потому что мы начинаем с целых точек с целых значений дальше продолжаем по формам который тоже есть с целыми коэффициентами а это очень важно потому что это так сказать устойчивая функция ее можно вычислять приближенно стоящих до 1 3 например и тем самым знать именно точное значение не приближенная если приближенно сосчитали и получили 2576 запятая 0 1 примерно как раз надо это 0 1 обросить взять целое число соответствующие и тем самым вообще попадаем из царства анализа в царство арифметики эта функция должна иметь арифметические свойства целая функция целого аргумента это предмет изучение теории чисел тут уместно такие вопросы я напишу первые пожалуйста дальше чуть там есть таблица вот видите к и хи от к слева числа к от единицы до 3 от 0 до 13 на просток поместилось на слайде а дальше идет значение хи от к 1 5 12 25 41 и так далее по арифметической прогрессии мы могли сосчитать только вот эти 1 5 25 125 и мы не дошли тут до 625 это в точке 16 будет значение 625 но промежуточное значение тоже интересно какие замечательные числа например вот то что бросается в глаза это то что хи от к сравним из к по модулю 3 дальше можно мы предсказать значение этой функции очень интересный глубокий вопрос она растет очевидным образом и растет довольно закономерно а именно когда аргумент увеличивается вдвое функция растет в пять раз одну такую функцию мы знаем эта функция к в степени альфа при умножении к на 2 она умножается на 2 в степени альфа начали альфа подобрать нужно такое чтобы 2 в степени альфа равнялась 5 это логарифм двоичные 5 примерно 2 чем-то так что хи от к растет как два все так 2 в степени альфа какая про обращение к в степени альфа где к альфа логарифм двоичные 5 но это приближенное значение она на самом деле отклоняется от него одна из загадок это разделить эти две функции одну на другую то получается функции которые как бы периодично на при при аргументе вдвое большим просто повторяет тоже значение которое было раньше и стал достаточно исследовать ее либо от половинки до единицы либо от единицы до двойки либо двойки до четверки вот эта функция частная имеет максимум минимум чему они равны где они достигаются до сих пор неизвестно хотя долгое время была гипотеза основанной на ручном счете что это будут рациональные числа это гипотеза оказалась неверно что впрочем потом уже можно было осознать без вычислений но сейчас я хочу вас обратить внимание на другую вещь одно из мощных средств исследования последовательности и такое вот у вас есть последовательность чисел полученные из какого-то эксперимента как с ней быть как ее изучать что из нее можно извлечь простейший способ который разумеется не всегда приводит к успеху но часто полезен возьмите последовательности если это последовательность не очень-то впечатляет надо еще раз взять последовательности иногда этот способ надежно действует по крайней мере среди тех последовательности которые изучаются в школе большинство этим способом легко исследуется вот поступим здесь таким образом возьмем хи от к возьмем первую разность дельта хи от к но пока ничего впечатляющего нету а вот возьмем вторую разность мы уже видим что значение второй разности как говорится имеют свойства вот какие свойства можете наблюдать вот последовательность чисел 3 3 6 3 6 15 3 минус 6 3 15 6 что у них общего где там школьники что в этих числах я рассказал об этом нет не вы нет об этом я говорила к а ахиады а дельта я ничего не говорю вообще эти все делятся на на 3 это очень важная но не очень важное но полезное замечание так скажем как сказал сергей петрович банальное но полезное замечание так вот разделим на 3 чтобы не возиться с этим получим функцию новую которая обозначает d от к это одна треть от второй разности 1 1 2 1 1 2 5 1 минус 2 1 5 2 чувствуется какая-то закономерность но какая непонятно самое замечательное свойство этой последней что ее можно легко и быстро вычислять что было совершенно неожиданным глядя на хи потому что выключились вычеты хи надо сразу четыре базисных функций вычислять и долго совозиться а вот д можно вычислять очень просто давайте следующий слайд а начал предыдущий тогда нет нет это не предыдущие они они вот как раз предыдущий вот не на следующий сейчас какой-то да вот самая форма внизу тоже наблюдение что д от удвоенного аргумента просто равно не 5 раз больше а а просто равно д от к функция хи обладает свой способ что увеличивается в 5 раз при удвоении аргумента а это просто не меняется это конечно очень хорошо потому что тем самым во всех четных числах она автоматически уже вычислено если мы знаем ее нечетных а вот нечетных пришлось повозиться на это ушел примерно год давайте следующий это самый слайд про более тонкое наблюдение оказывается что и в нечетных числах она может быть вычислено а именно если взять значение в двух последовательных нечетных числах то в ответе будет 3d от к который уже известно потому что она меньше чем эти 2к минус 1 и 2к плюс 1 и что вы пишете таблицу то эти числа уже известны таким образом если вам лень писать рукой то можете маленькую программу написать что это таблица этой функции пишется без всякого труда и тем самым f хиво не вычитывается потому что это вторая разность а по второй разности сама последовательность восстанавливается мы все близимся и близимся к нашему главному факту давайте следующий давайте вернемся к графикам четырех функций четырех базисных функций вот эти наши функции теперь мы можем вычислить одну из них хи с любой точности в любом месте и любую другую функцию тоже и время подумать о том что же это за функция например нельзя лишь задать какой формулой ответ формула и задать безнадежно почему если вы посмотрите внимательно значение половина 0,5 и на оси иксов это не указано но тем не менее возьмете в середине вы видите график функции имеет вертикальную касательную это действительно доказуемый факт несложен доказуемый факт то есть наша функция в точке по все четыре функции в точке половинка имеют бесконечную производную но они все подчиняются некоторым функциональным соотношениям и в точке 1 четверть а также в точке 1 восьмая и в точке 3 восьмых в лично рациональных точках они ведут себя примерно так же поэтому наша функция имеет бесконечную производную во всех двоично рациональных точках ясно что никакая формула такое свойство обеспечить не может довольно увлекательное и нетривиальное занятие это проверить чему равна производной в какой-нибудь другой точке не двоично рациональные это было проделано это было проделано студентами второго курса нашего пенсильванского университета которые по так сказать уровне подготовки примерно соответствует десятом одиннадцатому классу и вот они сосчитали что в точке 1 треть производная тоже существует но равна нулю с тех пор про некоторые другие значения тоже кое-что стало известно но в основном это проблема открытая можно ли и нужно ли это я не знаю еще пока это только когда ответ будет ясен можно будет сказать хорошая задача или плохая вот этим отличается так сказать реальная математика от той которую на школьных олимпиадах дают там заранее известно что задача имеет красивый ответ иначе бы ее не дали на олимпиаду а когда вы в жизни рассматриваете задачу совершенно непонятно есть у него общий ответ красивый он или нет можно из него что-нибудь сделать потом или нет и выбор задачи в реальной жизни гораздо важнее чем решение этой задачи вернее гораздо труднее а сейчас 5 минут осталось 5 минут хорошо давайте обед пройдемся по следующим слайдам дальше вот начните функции плохие формулами не задашь они не гладкие мы знаем что в некоторых точках производная есть но вообще-то нет никакой гарантии что она в других есть хотя конечно функция монотонна и есть такая теорема что любая монотонная функция почти всюду дифференцируема но это вовсе не значит что эту производную можно явно вычислить почему так плохо все идет потому что видите мы избрали параметр здесь вот так просто обычный параметр на границе треугольника но здесь точки далеко не равноправны есть вершины приближений а есть другие точки поэтому параметр t может быть не вполне удачный почему мы должны ожидать что функция хи скажем должна быть дифференцирована по этому весьма искусственному параметру поэтому есть другой способ взять две из этих функций гармонических и принять ну скажем хи принять за новую координату и выразить другую функцию скажем фи как функция от хи если вы подумаете то вместо хи пара хи от пси и пси можно выбрать другую более естественную пару а именно одну функцию x и другую функцию y y это последовательная разность просто между нашими функциями это естественная вещь которую надо бы знать а x это просто средняя из четырех функций образующих ароматическую прогрессию мы берем среднюю функцию и разность между шагами и рассматриваем y как функцию от x и получаем такую теорему что игрек уже является гладкой функции от x точнее не гладкая дифференцируемая функция от x гладкая обычно означает бесконечно дифференцируемая а вот здесь появляется такой странный факт функции y дифференцируема имеет вторую производную а третьей производной не имеет и наконец давайте а вот теперь следующие три проблемы я не настаиваю на их решении потому что во первых я не знаю степени трудности этих проблем во вторых я не знаю степени важности этих проблем если бы они решились хорошими ответами это было бы действительно большое достижение и открытие так сказать в этой области а если они не решаются или имеют плохое решение то потраченный труд будет в каком степени в пустую за исключением того что вы научитесь вычислять действительно это реальная скилл который надо иметь так вот есть что можно спрашивать про функцию если вы не знаете что про нее спросить например если вы рассматриваете функцию y как функция от x то можно сосчитать моменты этой функции или здесь наоборот есть вот многочлены xn x степени n dx и y dx это значит скалярное произведение y со степенями x или коэффициента фурье функции y как функция от x до сих пор ни одного коэффициента фурье и ни одного момента кроме тривиальных первого и второго не было посчитано хотя это приводит к таким суммам которые встречаются в теории чисел и может быть действительно имеют конечный ответ кроме того я так кратко упомяну что если мы продолжим аналитическое изучение этих функций то функция и она растет как некая степенная функция а при подходе к нулю имеет другую асимптоту и такое впечатление что дробная производная от нее должна иметь хороший вид для тех кто знает что такое дробная производная этим ограничено тех кто не знаю скажу что вот математики умеется считать первой производной вторую третью а можно ввести промежуточный скажем полпроизводных две трети производных эти понятия вполне существуют и вот здесь уместно взять альфовую производную где альфа это логарифм двоичный числа 5 что получится об этом тоже неизвестно тут нужен такой как бы численный счет которым я не силен и третья задача про что а вот удобные производные краски есть так ты пошли дальше дальше это финал так сказать нашей лекции и одновременно при люди ко второй лекции возьмем теперь гармоническую функцию наиболее известную из всех наиболее естественные из тех которые можно задать на этом ковре серпинского а именно положим наш ковер серпинского на плоскость так чтобы левая точка легла в ноль правая легла в один а верхняя легла там сколько там будет и на корень из трех и рассмотрим не вещественную а комплексную гармоническую функцию у которой граничные точки это ноль один граничное значение и на корень из трех спрашивается какая получится комплексная функция или какой будет образ нашего ковра ведь это все получается отображение комплексной плоскости в комплексную плоскость вернее нашего ковра в комплексную плоскость он уже и так лежит в комплексной плоскости но это вложение грубое прямое а вот и будет гармоничное вложение граничные точки останутся на своих местах выбираем граничные значения ровно так что здесь 0 здесь 1 здесь и на корень из трех а конечно здесь он немножко изменится это можно себе представлять наглядно хотя не вполне точно что мы пытаемся натянуть мыльную пленку на вот эти три точки таким образом чтобы в середине у этой мыльной пленки была дырка отвечающий вот этой дырки здесь была еще одна дырка здесь была дырка здесь была дырка и так далее ну реально такую пленку и очень трудно осуществить как они проделать дырку чтобы она не слопнулась вот ответ показан здесь когда я впервые видел эту картинку выполненную от руки и при более грубом счете мне показалось что она выглядит вот так что три окружности а в нее вписана окружность а в эти тоже вписана окружности и тогда это начало другого очень известного фрактала который называется ковер аполлония смотри там следующий слайд про ковер аполлонии какой дальше дальше примерно вот этот вот вот что-то в этом духе это называется ковер аполлония на этом я хочу закончить первую лекцию и так сказать сказать что будет на 2 у этого ковра серпинского он как бы придумал для того чтобы для него легко сосчитать его почему мы за вами еще слово фрактал это слово фрактал значит дробный это множество у которого дробная размерность он лежит на плоскости так что размерность его не больше двух но он содержит отрезок так что размерность не больше не меньше единицы и аккуратный подсчет показывает что размерность ковра серпинского это двоичный логарифм 3 что это такое я может быть коротко скажу в следующий раз и даже не очень важно расскажем фрактальные размеры скантером множество это троичный логарифм 2 у ковра аполлония фрактальная размерность неизвестно точнее она вычислено с точностью до 10 знаков после запятой но никто не может сказать рационально читал это иррационально является ночью милый логарифмом по какому-то основанию и вообще что про него можно сказать про это число потому что если да есть приближенные вычисления но нет никакой науки стоящей за этим моя первоначальная идея была что можно ковер аполлонии понять исходя из двух соображений из теории групп и из ковра серпинского вот об этом мы будем говорить следующий раз на этом я кончаю извините за длинную и утомительную лекцию